МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Организационный комитет Play Game League принял решение в следующих сезонах проводить соревнования не только по Warcraft 3D Frozen Throne, а включить в список официальных дисциплин StarCraft Brood War и Warcraft 3 Dota. Напомним, что ранее участники турнира являлись приглашенными непосредственно организаторами, однако теперь будут проводиться специальные отборочные турниры. Устав от доминирования команды SK Gaming в дисциплине FIFA 2008 в рамках Electronic Sports League Pro Series Germany, шесть виртуальных футболистов из другой немецкой лиги решили соорудить свою собственную команду мечты, которая рискнет сразиться с грозным проектом в новом сезоне. Участники e-Sport Bandesliga произвели на свет новую команду, которая будет называться Dream Team. Лидером нового проекта значится Чакайот, участник гранд-финалов WorldKiberGames 2005 от Германии. Состоялась ежегодная премия Корейской киберспортивной ассоциации, в ходе которой были выявлены лучшие геймеры за прошедший год. Это своего рода Оскар для корейских прогеймеров. Всего было вручено 16 премий. Рекордсменом стал Бай Флэш, который победил в номинациях Дебют года, Терран года и Самый титулованный Игрок года. Игрой года стала Special Force. Финский эльф Сатини, недавно покинувший стан команды Poker Room из-за своего недуга, боязни больших и открытых пространств, присоединился к польскому проекту PGS PokerStratify.com. Вступив в ряды PGS, Сатини поблагодарил команду за приглашение, а также обещал стремиться еще больше тренироваться. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы поговорим о роли микро и макро при игре в Старкрафт. Микро — это искусство управления каждым юнитом по отдельности и молниеносное реагирование на любое изменение ситуации в самой даже незначительной схватке. Для того, чтобы достигнуть высот в этой области, вам необходимо обладать полным знанием о всех способностях и характеристиках каждого юнита. К примеру, три зиалота при грамотном управлении способны без особого для себя вреда развести 6-8 мариносов. Игрок, который следит за своими юнитами, заведомо выиграет бой у игрока, который просто послал свои войска через атаку. Немаловажным фактором в микро является так называемый APM — Actions Per Minute, то есть количество действий, совершаемых за минуту. У топовых прогеймеров этот параметр колеблется в диапазоне от 400 до 500. Теперь пара слов о макро. Если микро — это исключительно тактические действия, то макро — это стратегическое планирование и понимание, что за чем следует в игре. Особенно роль макро видна там, где не сработал раш и игра затянулась. Во-первых, вы не должны испытывать недостатка в средствах и вовремя отстраивать экспаунды. И во-вторых, все добытые ресурсы должны тут же уходить на новые здания или заказ новых юнитов. Нет картины печальнее, чем проигрыш игрока с тысячным балансом по минералам и газам. Итак, подведем итог. Если свой микро можно отточить, тренируя реакцию и студируя тактико-технические характеристики юнитов, то понимание макро приходит лишь с опытом и, естественно, с наблюдением за более именитыми противниками. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Новая укороченная клавиатура с подсветкой. И, конечно, сегодня вам предстоит увидеть два матча корейского дерби по Старкрафту, имеющего место быть 9 марта сего года. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Zotac одновременно с официальным релизом новейшего чипсета NVIDIA Enforce 790i объявила о выводе на рынок собственной материнской платы. Она ориентирована в первую очередь на самых взыскательных пользователей из числа фанатичных обожателей современных 3D-игр. Компания Sven представляет укороченную клавиатуру с подсветкой. Дополнительных кнопок в данной клавиатуре всего 13. Стоит отдать должное инженерам компании. Несмотря на борьбу за уменьшение размеров, издевались они над клавишами не так уж и сильно. В частности, в клавиатуре удалось сохранять большой L-образный Enter, длинный Shift и полный набор клавиш нижнего ряда. Компания Western Digital объявила о начале поставок новых 3,5-дюймовых жестких дисков из серии Kaver SE16 емкостью 640 ГБ, предназначенных для настольных компьютеров. Главной особенностью накопителей является наличие всего двух 320-гигабайтных пластин с перпендикулярной магнитной записью, в то время как в основе большинства конкурирующих решений лежат пластины емкостью 250 ГБ. Дальнейшее повышение плотности записи позволило разработчикам создать еще более емкий, быстрый, тихий и экономичный продукт. Компания A-Open выпустила Blu-ray привод. Новинка умеет читать Blu-ray диски на четвертой скорости. К компьютеру привод подключается с помощью сериал АТА. Передняя панель сменная, черная, белая и серебристая. Масса 800 граммов. Средняя цена в России составит приблизительно 5000 рублей. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта! Сегодня мы посмотрим два матча корейского дерби по Старкрафту, имевшего место быть 9 марта сего года. На поле брани сошлись два корейских про-геймера – Бису и Надо. Протос Ким Таек Йонг, известный под ником Бису, выступает за команду MBC Game Hero. И на данный момент занимает первое место в рейтинге Кэсла – корейской ассоциации профессиональных игроков. Он является безусловным фаворитом этого матча. Его противник – тиран Ли Юн Йеол. Он же, греча любимой публикой, надо. Из команды We Made Fox занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге и, несмотря на свой более низкий статус, способен составить Бису конкуренцию. Каким бы ни был исход этой встречи, она обещает быть захватывающей. Итак, первый бой проходит на карте Логинус. Начинают игроки в классическом стиле с постройки бараков и добычи газа. Бису несколько вырывается вперед и первым посылает раба на разведку. К тому времени, как у Надо строится первый пехотинец, Бису успевает заказать второй гейт. В то время как Надо продолжает клепать пехотинцев, разбавляя их медиками и танком, Бису строит экспаунд, чуть выше своего мейна. Одновременно с этим он выдвигает на ударные позиции своих гуннов. Со стороны Надо их встречает бывая группа из Маринада при поддержке танка и тактично отгоняет на середину карты. Стычкой это назвать трудно, однако первая кровь пролилась. Надо запускает экспаунд, что не укрывается от взора вездесущей пробки Бису. Ее тут же подрывает вультура Надо, В качестве противовеса появившимся на поле боя в ультурам с их минами, Бису строит на мейне роботикс фасилит и обсерваторию. Зачем ему цитадель, пока что не очень понятно. Надо тем временем достраивать вторую фабрику. Судя по затеющему, игроки уповают на один решительный бой, который определит победителя в этой партии. Посмотрим, так ли это. Наконец-то противники отбросили сантименты, и несколько гуннов Бису и техногруппа Надо встретились лицом к лицу недалеко от базы Надо. Постепенно оттесняя Тосса к его мейну, Надо внуждает таки своего противника бросить все свои силы в бой. Стычка явно осталась за Бису. Он значительно прорежает ряды Надо. Теперь следует ожидать либо контратаки Тосса, либо второй волны нападения Надо. Бису несколько изменяет тактику и высаживает из двух шаттлов прямо на танке Надо своих Зилов и Дарк Темпларов. Одновременно с этим гунны переходят в атаку и почти в сухую сливают войска Надо. Не оставляя Надо шансов, Бису устремляется к мейну противника. Тот судорожно отстраивает к сапле депоты на выходе с базы, но навряд ли ему это поможет. Так и есть. Бису сминает оборону Терра. Надо сопротивляется до самого конца, посылая в атаку даже рабов, но в такой ситуации это его, конечно же, не спасет. И первый раунд берет Тосс. Второй бой проходит на карте Реверс Темпл 1.0. Игроки расположились друг напротив друга. Надо на 12 часов Бису на 6. Начало игры такое же, как в первом раунде. Все те же бараки, газ и намеки на техно в виде ядра у Тосса и фабрики у Терра. Отбив первую атаку Надо, Бису отправляет своих гуннов при поддержке обсервера экспаунду Террано. Без проблем убрав минные заграждения, он срывает строительство заграждения в виде депота и сливает несколько рабов противника. Этим дело пока и ограничивается. Терр наконец-то выходит со своей базы, а там его встречает целая пачка гуннов и зилов Бису. Тосс без проблем сливает войска Надо и, увлекшись атакой, проходит на эксп Терра. Однако сил наступающих явно недостаточно, и это пока что не победа. И вот на сцену выходит главный козырь Бису. Пять авианосцев. В такой ситуации Надо трудно что-либо противопоставить. Видимо, это начало конца. Обходясь одними лишь воздушными силами, Бису проносит все ПВО Терра в лице пушек и глиапов, а под занавес раунда дожимает Надо своей наземной группировкой. Счет по партиям становится 2-0 в пользу Бису. Ну что же, Бису в очередной раз доказал, что не зря носит лавры первого про геймера мира в дисциплине Старкрафт. Надо же, пожелаем вынести из этой встречи уроки, и будем надеяться, рано или поздно он возьмет реванш. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова